Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу провело семинар для операторов связи, которые представляют услуги на территории Московской области. Встреча состоялась в администрации Люберец. Подробности далее. Обсуждение закона о защите российского сегмента интернета от вредных воздействий стало первой темой семинара. Для того, чтобы вовремя выявить угрозу информационной безопасности на сетях крупных операторов связи, установят специальное оборудование. Задача стоит очень серьезной перед государством, перед операторами связи. Мы все знаем про ДНС-атаки, про ту информацию негативную, которая поступает. Поэтому требовалось разъяснение операторам связи, что мы работаем спокойно, методично. Никакого нет подоплеки в этом, что мы будем ограничивать пользователей либо абонентов в доступ к всемирной сети. Второй вопрос на повестке. Создание и развитие системы 112. Не секрет, что качество работы экстренной службы напрямую зависит от качества предоставляемых услуг связи. Теперь для того, чтобы набрать специальные номера, абоненты могут использовать интернет-мессенджеры. У нас есть пять способов обращения заявителя в систему. За пять лет мы добились того, что в Московской области 86% вызовов экстренных оперативных служб приходится на номер 112. На сегодняшний день в Московской области услуги доступа к интернету оказывают около 1200 провайдеров. Сотовую связь с жителем Подмосковья обеспечивают более 600 операторов связи. Для того, чтобы охватить всех представителей этой отрасли, управление Роскомнадзора проведет серию таких профилактических семинаров в нескольких городах столичного региона. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.